Друзья, здорово! Всем привет, мои хорошие! Короче, записываю видео про ситеры и проводники, и все такое, да? Тема, конечно, интересная, очень такая спорная сейчас-то стала. Короче, пошла такая тема, можешь ли ты быть ситером, говорит, через интернет. Я не удивлюсь, что если в ближайшее время начнут через интернет геморрой лечить, простату и все такое. Вот, поэтому, как отработка, допустим, или проработка блоков и все остальное, да, это может сработать. Но, когда конкретно нужно физическое вмешательство, да, допустим, ситер, то есть, если человек, я с этим сталкивался лично, если человек тяжело проходит стадии погружения в мухоморный трип, да, и у него столько блоков или у него столько проблем, его тело становится как камень. Оно становится как человек в состоянии эпилепсии. Вот так же тело сковывает, и ты с ним ни хера ничего не сделаешь. Ты его даже перевернуть не можешь, потому что ему настолько все тело сковано, настолько сильно, очень сковано, его невозможно повернуть на бок. И приходилось просто подставлять ведро, то есть, немножко человека приподнять и подставить ведро, чтобы он туда проблевался. А человек блюет практически каждый. И я вижу в тот момент, что из него какая херня выходит. Всякая херня выходит. Можем их называть демоны, сущности и всякая хуета. И это реально прям выходит из человека. Мне даже пришлось один раз, когда вижу, что почти все выходит, и еще остается что-то. И я спрашиваю, кто там еще сидит. Они отзываются. И их видно. И вот только убираешь оттуда остатки, как говорится. Вот. Каким образом это сделать через интернет, я хер его знает. Потому что, если человек, увидев бесконечность, или увидев, что он просрал свою жизнь, решится в окошко выйти, или он запутается где-то, или он реально начнет болевать под себя, да, то есть вот он лежит, и он начнет болевать. И как ты ему, блин, через интернет поможешь? Он в полном, не в минозе. Он не осознает ни себя, ни хера. И помочь можно только физически. То есть ты физически его берешь, или помогаешь ему не сигануть куда-нибудь, или помогаешь, подставив ему, как говорится, ведерко, чтобы он просто не захлебнулся. Поэтому все разговоры про интернет-ситерство, я хуево знает. Проводник? Проводник. Я не исключаю такой возможности. Я сам про это ничего не знаю пока что. Возможно. Но про ситеров это другая тема. То есть, если кто не знает, ситер это человек, который поможет, чтобы ты не убился. Чтоб ты не захлебнулся, чтоб ты не спрыгнул, или еще что-то. То есть он просто возьмет тебя, проконтролит, проконтролирует твое тело. Потому что тело отдельно, а дух, можно сказать, отдельно. Вот. А интернет-ситерство, по мне, так это наебалово. И люди, не ведитесь на эту хуету. Насчет проводников не знаю. Я точно знаю, что когда я проводил человека, я видел, что с ним происходит. И при личном контакте, то есть просто за руку человека уберешь, и человек такой включается. И я в этот момент просто взял вот так вот. Шик! И в человека включился. Включился в его состояние. Я прям чувствовал вот этот мощный такой, такой, как щелчок, как переключатель. Меня еще туда втянуло. Вот. Это еще касается проводников, допустим. Ну, я был и ситер, как говорится, и проводник, да? Пока что. Потому что ситеры должны быть подготовлены на самом деле. Так что не ведитесь на интернет-ситерство. Да, тебе, возможно, помогут в какой-то момент сконцентрироваться или еще что-то, или в какое-то состояние определенное войти. Но что будет происходить с телом, бесконтрольно я хер его знает. Возможно, я что-то не знаю. Но у меня по ощущениям, что это наебало. Просто заработок денег. Вот. Так что очень будьте осторожны. И запомните, у всех разный уровень осознанности. А кому-то это будет просто. Выйти, да? В этом мухоморном трипе. А для кого-то это будет очень тяжело и сложно. И тело там будет реагировать вообще. Хер его знает как. Все индивидуально. Так что будьте осторожны. Ставьте мне сердечки, кто могет. Кто может, пишите комментарии. Кидайте донаты. Я всегда здесь. Давайте, пока.